На этой картине мы видим хорошо одетого мужчину, который почему-то лежит на земле. Присмотревшись, рядом можно увидеть цветок, который пробивается через брусчатку. Давайте попробуем понять, что же здесь происходит. Картина называется «Пиччелло», перевод с итальянского «Маленький», ее написал художник Роберт Бритуит Мартино, который входил в Братство прерафаэлитов. Его работы отличаются тщательной детализацией и высокой реалистичностью. Картина «Пиччелло» основана на литературном произведении. Ее сюжет отсылает нас к одноименной новеллы французского романиста Жозефа Ксавье Сентина, главный герой которой является политическим заключенным. Согласно сюжету новеллы, граф Чарльз Веремонда Шарни попадает в тюрьму за заговор против Наполеона. Находясь в тюрьме, граф заметил растение, пробивающееся между брусчатками его камеры. Это растение стало для Шарни сначала отвлечением, затем навязчивой идеей, затем страстью и, наконец, символом жизни и любви. Граф назвал растение «Пиччелло» и стал наблюдать за его развитием, проявляя постоянную поддержку и заботу. Маленький цветок, который растет и выживает благодаря заботе Шарни в таком зловещем месте, как тюрьма, стал образом силы природы и настойчивости. Шарни следует примеру цветка и стремится обогатить свой разум и душу среди стен, которые его заточают. Именно это мы и видим на картине художника, граф лежит возле своего подопечного и бережно поливает его, а рядом лежит книга, которая повышает духовность героя картины. Книга придавлена хлебом, который похож на человеческий мозг, что тоже является очень символичным. Благодаря ей разум Шарни не погибает в заключении, а наоборот, развивается и процветает, как и маленькое растение. Цветок на картине – это цикламен. На языке цветов цикламен означает прощание. Художник, конечно, немного приукрасил сюжет, одев заключенного в модный дорогой сюртук и шляпу. Да и окружающая обстановка скорее похожа на просторный тюремный двор, а не на темную маленькую камеру. Но смысл картины от этого не меняется и остается хорошо понятным человеку, знакомому с новеллой о Шарни и его растения.